Интервью с ветераном вермахта Клаус Фридсше. Отец мой был солдатом в Первой мировой войне. Воевал во Франции, у него только одна нога. За мужество перед врагом он был повышен до лейтенанта. Он жил в очень простых условиях. Воспитание дома было солдатское, и я думаю, что это не очень плохо. У меня пунктуальность и другие такие характеристики. Война, по рассказам отца, была своего рода спортом с большим риском. Я смотрел на начало войны в 1939 году. Польша, Дания, Норвегия. Один из моих братьев пошел в нападение на Норвегию. Франция полтора месяца, Югославия, Греция, Крит. Это были такие успехи. Я убежден, что против Гитлера в этот период у нас было не более 10%. Это мое убеждение, и я думаю, что я в этом прав. Переворот пошел только после Сталинграда. А что вы знали об СССР до войны? Какое было отношение? У меня насчет этого особое положение. Исключительным хобби моего отца была Красная Армия. Он собирал всю возможную информацию и фотографии с техническими характеристиками. О танке Кристи у меня было понятие уже в 15 лет. Русские купили у американцев этот патент на ходовую часть танка Кристи и построили успешные танки, у которых ходовая была намного лучше, чем у наших. Это одна сторона. Кроме того, я читал книги Двиннера. Он воевал среди белых, побывал на Украине во время большого голода и описывал, что там было. Никаких симпатий к коммунистам у нас не возникало. Отец состоял в правой партии, еще правее нацистов, партия помещиков и крупных предпринимателей. У них была такая боевая группировка. И там отец был командиром дивизии, хотя и с протезом. И он ездил на лошади. В 1939 году заключили пакт о ненападении. Как это воспринималось обществом? Никто не понял, зачем заключать договор с такой страной, которую вообще не уважали и не считали, что они никогда не будут выполнять условия этого договора. Больше половины населения просто не понимали. Этим предметом я занимаюсь теперь. Зачем Сталин заключил этот договор? Для того, чтобы Гитлер имел свободную спину для нападения на Польшу? Из-за этого Сталин является одним из виновных во Второй мировой войне. Антисоветская пропаганда у вас была? В СССР была очень серьезная антифашистская пропаганда. Она в какой-то момент затихла, а возобновилась с началом войны. На чем она строилась? Что это жидобольшевизм и красные, которые хотят на вас напасть? Помню самый страшный плакат. Комиссар. Рожа такая страшная. И гинжал, с которого капает кровь. Комиссары для нас были нелюди. Когда появилось у вас ощущение, что будет война с СССР? А никакого ощущения не было. Все врасплох были взяты. Как раз только что заняли Грецию. И никто не задумывался, что через 4 недели начнется война на Востоке. Это чудо, как быстро прошел этот поход. И как быстро вернули все эти ударные дивизии туда, к вашей границе. А как вы восприняли начало войны с СССР? В конце июня я получил отпуск и с отцом поговорил по этому вопросу. Он сказал, что теперь мы проиграли эту войну. Я не хотел в это верить. Моя цель была стать инженерным офицером военно-воздушных сил. Это было мое давнее желание. Потому что, будучи инженер-офицером, я мог получить все лицензии. А когда у вас появилось желание летать? Да, когда мне было 9 лет, мы были на морском берегу. И там был авиационный завод. Они выпускали летающие лодки. Там я очень близко мог подойти и посмотреть, как поднимаются самолеты. С этого момента было ясно, что я стану пилотом. А какая была процедура обучения пилотов в Германии? Аэроклубы. Как люди становились пилотами? Аэроклубы были только по планерному делу. Люди могли туда попасть с 18 лет. Но это было сложно. Давайте про мирное время перед войной. В мае вы пошли в школу добровольцев. Попали в школу радистов. Затем началась война с СССР. Как это было воспринято вашими одноклассниками? Солдаты не говорят, о чем думают. Нельзя сказать, кто доволен, а кто нет. Все товарищи в моей группе были довольны. Партийный контроль? Никакого контроля партии. Партия не имела влияния. Солдаты не имели права участвовать в выборах. Военная часть общества тогда была исключена из политики. Только после 22 июня 44 года ввели СС комиссаров. С началом войны образ жизни Германии поменялся. Достаток, количество продуктов и так далее. До 43 года недостачи продовольствия еще не было. Хорошо организовано было по карточкам. Так что люди могли жить. А когда карточки ввели? С первого дня войны. 39 или 41 год? С 39. На что именно? Ну в основном продукты первой необходимости. Вот немецкая армия подступает к Москве. Как это восприняли? Как должное? Трудно дать однозначный ответ. Каждый принимал это по-своему. Вы лично как восприняли? С удивлением и восхищением за 3 месяца 3 миллиона пленных. Я очень уважаю Резуна. Я просто не понимаю. Все эти антисуворовцы критикуют какие-то очень неважные детали. Но стратегический принцип, что ударные войска, все средства, боеприпасы, все было сосредоточено на очень узкой полосе у границы. Это была жутковатая стратегия, которую он с успехом до последнего всегда использовал. И нет ничего хуже, чем нападение на неготовую развертывающуюся армию. Как вы восприняли поражение под Москвой? Страшно. Ужас. Это и вправду для вас было неожиданностью? На этот вопрос дать ответ очень трудно. Зимой 41-42 из вашей школы не направляли пополнение в пехоту? Нет, один юнкер с 86 из нашей школы отправили для снабжения Демянска. Я тоже пытался попасть на фронт. Писали заявление? Да. Каков был ваш мотив? Защищать страну или будущие привилегии фронтовика, когда война закончится? Как солдат я имел такую цель, стать инженером-офицером. Какая была мотивация? Чего именно хотелось? Солдата никто не спрашивает, какие у него мотивации. Ему приказали, иди и умирай. Но заявление-то вы писали добровольно? Чего хотелось? Мы знали, что или добровольно, или недобровольно, но мы должны. И лучше идти добровольно? Да, если добровольно, то это гарантия выбора рода войск, а это было самое важное для меня. Война продолжается. 42-й год. Победа на Кавказе. Выход к Волге. В Африке тоже все хорошо. Япония с вами. Была ли у вас уверенность, что все будет так гладко? Конечно, 42-й год был еще победоносный. Зато как только начался 43-й. Каким вам лично виделся конец войны, а в общем немецким военнослужащим? Два солдата обсуждают, что сделают после конца войны. Один говорит, что он сделает на велосипеде тур вокруг всей Германии. А другой спрашивает, где будет тот ночевать, ведь все же разбито. А первый отвечает, что это не важно, так как вечером он уже будет дома. Известно, что в 43-м году у служащих вермахта произошли кардинальные психологические изменения, в чем их причина. Я с этим явлением встретился впервые в лагере, где жили остатки одной из колонн пленных румын и немцев, 5000 человек, всего 150 здоровых. Они мне рассказали, какими нечеловеческими были их последние бои в окружении и марш пешком из Сталинграда в Астрахань. Я имею в виду, что произошло с людьми психологически, когда все вдруг поняли, что война проиграна. Никто себе не представлял, что будет, если мы проиграем войну. Но тем не менее, весной 43-го года с вашими произошел этот внутренний надлом. Ваши ветераны массово утверждают, что с 43-го года немец стал уже не тот. Последний шанс проиграли в Курской битве. Там советская армия показала, что значит оборона. Вы слишком задержались с применением того, чему научились в Финляндии. Ваши войска были настолько умно расположены, что наши просто не имели никаких шансов. Когда вы прибыли в сотую эскадру, какие там царили настроения? Эти летчики встречались еще 40 лет после войны. В разговорах все время продолжали играть в войну. Летчики имели совсем другую военную перспективу, чем прочие. У нас это вроде спорта, но с большим риском. Помните, откуда цитата? Этим риском все считали ежедневные вылеты. Ежедневно каждый вылет ежедневно рискует быть подбитым и умереть 50 на 50. Летчики не видят, как их товарищи умирают. Когда не возвращается самолет с командой, у остальных вечерком бокал шампанского и одна минута стоя. И все. Я не помню из книги, ваш брат, он в итоге прошел войну? Прошел! Он закончил ее таранчиком. У нас появились специальные таранчики в конце 44 года. Служили на старых истребителях Ме-109. Они вообще не имели боеприпасов для того, чтобы повыше подняться облегченными. Ну а потом их была цель таранить. В один день поднялось таких 350 таранчиков. Соприкосновение с врагом достигло половина. И с той половиной опять половина была сбита. Значит, брат не таранил? Нет! Он поднялся до 11 тысяч метров. Это граница возможного без герметичной кабины. Там потерял сознание. Очнулся уже на высоте 2000 метров и сел назад на свой аэродром, который был под ногами. Это не было подвигом. Больше его не пускали в самолет, а в пехоту ему оттуда уже не удалось попасть. Повезло. И он, и мы все тогда считали наоборот. Когда он вернулся, я его поздравил. Но это было для него все. Финал военной карьеры. А что входило в ваши обязанности стрелка-радиста? 13-миллиметровый пулемет и рация. Но пользоваться ею нам не разрешали, потому что русские радисты очень быстро все перехватывали. Они были очень высоко квалифицированы, поэтому навигация шла по радиомаякам. Сели на один луч, потом на другой, справа столько, слева столько-то. У вас есть опыт стрелять по воздушным целям? Очень бедный. Я только один раз стрелял с легкого самолета в сторону и один раз вперед и вниз. Когда вы летали, во что были одеты? Нормальная форма. А поверх комбинезон. Было зимнее обмундирование, зимние сапоги, пальто, шапка. Летно-технический состав относился к летному. Жили вообще в других зданиях, в другом городке. Если бы в советском плену начали формировать боевые части, то нашлись бы достаточное количество немцев, готовых участвовать там, на стороне Красной Армии. Я об этом даже думать не хотел, это был бы ужас. И в конце концов, ведь были такие планы, когда в антифашистской школе в 44-м году некоторых из наших приписали к советской армии, будто они в ней служат. Что они там делали, не знаю. По-моему, все это была чудовищная идея. Вот такое вот интервью. Пишите, что вы думаете. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Продолжение следует...